Замечательный мэр. Мне всегда нравился Игорь Пушкарёв. Когда саммит в 2012 году проходил, Игорь Пушкарёв сделал много чего для нашего города. Также это развязка, это мосты, которые он сделал. Я считаю, что это хороший был мэр, и он большой вклад в наш город. Как вы думаете, сейчас у него, через два года, у него больше сторонников или противников? Я думаю, что многие люди понимают, что несправедливо его всё-таки упрятали. И очень смешно наблюдать за всей этой ситуацией. Я считаю, что, скорее всего, очень много сторонников, чем противников. Потому что очень многие мои коллеги, мои знакомые, они за то, чтобы мэр вернулся назад. И зиму вспоминаем часто, когда гололёд, мы домой на сопку себе подняться не можем. И мусора меньше было. Ну, в общем, как мэр, он нас устраивает. А за что сел там? Что осталось в памяти? За что? Не знаем, за что. Но думали, вернётся, будет нашим мэром, что будет всё хорошо. А вы думаете, спустя два года у него сейчас как? Забыли его? Больше сторонников, больше противников? Ну, я читаю в интернете, больше у него сторонников, чем противников. И я думаю, почти весь город за него был бы. Он ещё попал бы в тот период, когда у нас саммит проходил. То есть всё это как-то в общем русле. И поэтому как-то особо таких замечаний конкретных, ну, не знаю, что сказать. А вы думаете, в Владивостоке больше его сторонников или противников? Наверное, сторонников. Ну, по какому вы судите факторы? Ну, да, везде. И в СМИ, и в интернете постоянно говорят об этом. То есть я думаю, что сторонников всё-таки больше. Про судьбу точно не знаю, мэра Пушкарёва, но знаю, что хороший человек очень был. А вы это из чего взяли, чтобы хороший человек был? То есть какие источники, информации у вас? Лично были знакомы? Знакомые. Расскажи. Да, знакомые рассказывали. Что очень отзывчивый человек, то есть всегда всем помогал. Вы обращались к нему, вам помогали? Ну, не конкретно я, но знакомые рассказывали. Ну, очень много сделал для города. Сколько скверов, парков, стадионов. Мы были открыты, возвращены в систему образования. Вообще город преобразился, был красивый и чистый. Сейчас нам, наверное, вот этого и не хватает. А вот вы думаете, чем закончится суд? Вы же, наверное, знаете, что его вот в Москве судить, вы думаете, как? Ну, не знаю. Надеемся на лучшее, надеемся на освобождение. А вот два года спустя у Пушкарева все-таки больше сторонников или противников в Владивостоке? Я думаю, сторонников. Тем более, когда мальчик там премию получил, ведь это была гордость, и люди-то ждут его. Это, которая лучший человек года, да? Да. А Пушкарева я не могу ничего сказать. Только все хорошее. А за что его посадили? Я не в курсе, но, по-моему, тут какой-то передел власти. Не просто так. Так. А я считаю, что просто не в то время, может, не в тот час что-то сказал. У меня такое мнение. А я не знаю, но он всегда на людях был. Поэтому. Вот два года. Вы бы ему что пожелали? Я бы пожелала, чтобы он вернулся и был у нас опять. Вот недавно в интернете видел, сколько он, 700 дней вроде праздновал, именно то, что за заключение, да, вроде уже. Вот. Но так в целом. Я, насколько знаю, что ничего плохого для города не сделал. Как по мне, убрали неугодное лицо. То же самое, что и в находке произошло, убрали Горелого, ну, типа, самовольно. Вот и все. То, что он сам отказ написал, что хочет быть мэром. А так это просто кому-то не угодил в чем-то. Я, например, с ним сталкивалась по линии культуры. На Дне Победы, например. И видела его глаза, как он смотрел на людей, которые вот там сидели, на детей, которые выступали на сцене. Он меня этим подкупил. Я человек эмоциональный. Вот я только так могу сказать. Есть вот такие деревянные глаза, которые я не буду называть. У нас был такой один мэр. А вот он, я увидела в нем душу какую-то. Вот такую вот. Вот так. По-человечески, вот мне лично не очень это все нравится. Потому что сидит человек, не предъявленное обвинение никакого, два года. Потом поморожит, может, и отпустит. А что сидел, спрашивается. Ну, что вы там? Это что, нормально, что ли, вот так?